МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте в этом выпуске. Станет чуть легче, когда в Барнауле в районе Нового рынка откроют четную полосу. Разобраться с безработицей и низкими доходами. Куратр Алтайского края Максим Топилин сегодня с визитом в Барнауле. Одна голова лучше? Почему две управляющие организации не могут справиться с одним домом? Есть люди, которые умершие, но они голосуют. Вот не понимаете? Итак, автомобилистам станет чуть проще передвигаться по городу. Сегодня вечером в Барнауле планируют открыть движение по четной стороне проспекта Ленина в районе пересечения с улицы Пионеров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, на Ленина уже больше недели энергетики ведут масштабный ремонт тепловых сетей. Полностью работы планируют завершить до конца этой недели. А уже в субботу открыть движение по нечетной стороне проспекта. Кстати, сейчас меняют трубы на пересечении с улицы Чкалова. Здесь городские власти обещают завершить работу и также до конца недели. На улице Аванесова, где обновляют больше 200 метров трубопровода, работу должны завершить в августе. Ну а вот когда перестанут полыхать лесные пожары на территории Сибири, не берется никто даже предположить. Между тем, по этой причине в трех регионах – Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии – введен режим ЧС, сообщает пресс-служба МЧС. Сейчас горит около 3 миллионов гектаров леса. Зафиксировано 500 очагов возгорания. Причем площадь пожаров все время увеличивается. Как пояснили в МЧС, населенным пунктам в данный период ничего не угрожает, но из-за задымления снижается качество жизни в некоторых городах и селах. Причем дым распространяется и на другие регионы Сибири. Спасатели сейчас круглосуточно мониторят экологическую обстановку. Дымка над Барнаулом, которая накрывала город почти две недели назад и долго держалась, рассеялась лишь накануне. Но, как говорят экологи, стоит ветру поменять направление, и задымление может вернуться. С другими проблемами намерен разобраться на Алтае министр труда Максим Топилин, а именно с безработицей и низкими доходами населения. Курирующий наш край чиновник сегодня находится с рабочим визитом в Барнауле. Топилин проведет большое совещание, посвященное подготовке проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края. Документ, который должен быть готов 1 сентября, обсудят региональные и федеральные чиновники. Кроме того, глава Минтруда вручит социальным учреждениям края ключи от 15 автомобилей, а также кресла-качалки людям с ограниченными возможностями здоровья. В планах у министра также посещение Алтайского завода прецизионных изделий, Краевого центра охраны материнства и детства. Ну а подробности визита смотрите в ближайших выпусках наших новостей. Ну а пока о проблемах не столь масштабных, но важных для горожан. К примеру, собственники квартир на Партизанской 105 в Барнауле недовольны тем, что один дом делят сразу две управляющие организации, хотя при этом ни одна не справляется с обязанностями. Жители пытаются решить проблемы через жилынспекцию, а их противники прибегают к помощи полиции и даже мертвых душ. Подробности коммунальной эпопеи в сюжете Андрея Дреера. Мы не безобразничаем. Нет. Какие проблемы? Мы что-то... Законно никто не нарушает. Наряд вызвали ради нашей съемочной группы. Андрей, который разговаривает с полицейским, пригласил нас, чтобы показать, как в доме по адресу улица Партизанская 105 с работой справляется компания «Автодом», который обслуживает подземную парковку. Все обваливается, то есть постоянно топит. Откуда топит? Идут дожди, топит. Стоит снег, топит. Прорвется какая-то канализация, здесь плавают фекалии, моча. На любительских видео лужи порой размером с парковочные места, но масштабы бедствия заметны и в сухую погоду. То есть это вся блесень, это вся эта... Все это... В скором будущем пойдет в квартиру. У собственников квартир тоже много вопросов, только уже к ТСЖ. Жители пытаются сменить правление, но уверяют, что им мешают. Нарушают процедуру голосования собственников, рисуют подписи и даже привлекают мертвые души. Есть люди, которые умершие, но они голосуют. Вот вы понимаете, человек умерший, а он проголосовал за. По словам жителей дома, в прошлом году, в августе, товариществом собственников был запланирован капитальный ремонт. Четкого обоснования необходимости проведения работ жители добиться не смогли, но это никого не остановило. Сняли эти деньги 2,5 миллиона, а работы не производили до сих пор. Мы в жилищной инспекции были на приеме, мы писали письменные жалобы, и нам ответили, что мы можем меры принять только тогда, когда работа эти закончится. Одна из главных претензий жителей заключается в том, что две управляющие компании не могут работать на одном доме. Но специалисты говорят, что такого запрета нет, и парковки являются отдельным объектом собственности. У этого объекта есть свой собственник. Причем может быть такое, что этот собственник даже не является жильцом этого дома. И мы встречали такое большое количество. И они в итоге образовывают некий кооператив по управлению своей недвижимостью. Есть где-то СЖ самостоятельно, то есть определяют, что они в том числе и эксплуатируют вот эти подвальные помещения, где находятся парковочные места. Поэтому и то, и другое имеет место, право на существование. То есть две организации работать в одном доме имеют право, а вот уже качество их работы должна будет проверить жилинспекция. Андрей Дриера, Николай Шелко. День с толком. На смену затяжной дымки в Барнавул пришла аномальная жара с максимальными температурами воздуха плюс 30 и выше. Это значит, как и при смоге, следует уделить внимание своему здоровью, особенно пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями. Прежде всего, эксперты советуют воздержаться от пребывания на солнце, если это возможно, в течение всего дня. Если все же приходится работать, обязательно пейте больше воды. Кстати, ею же можно себя поливать, чтобы помочь организму выделять лишнее тепло. Не пренебрегайте головными уборами, носите нужно правильную одежду, желательно светлую и с дышащей натуральной тканью. Ну и не перегружайте организм тяжелой пищей. Стоит отказаться от жирного, соленого и сладкого. По предварительным прогнозам синоптиков, жара в Барнауле продержится до 4 августа включительно. Лучше, конечно, находиться в помещении, в котором прохладно. Вот можно посмотреть на ручных хищников, колесо смелости и смертельно опасные трюки в Барнауле до 25 августа. Большой новосибирский цирк «Золотой дракон», который входит в пятерку лучших цирков страны, представил в краевой столице уникальную программу шоу персидских леопардов. Почему выступления новосибирских артистов зрители смогли увидеть, затаив дыхание, узнаете из нашего материала. Со своей программой артисты объездили уже полмира. Теперь удивляют краевую столицу. На арене аратгутаны, бенгальские кошки, пони, гигантские собаки-акробаты. Цирк «Золотой дракон» привез в Барнаул свыше 50 дрессированных животных. Самые опасные – персидские леопарды и африканские пантеры. Подход в цирке находят к любому зверю. Только контакт, личный контакт с животными. Мы с детства с ними спим, с детства с ними живем, общаемся, растем, развиваемся. Бояться мы их не боимся, потому что ну как можно бояться, собственно, сыночку там. Программу с животными разбавили опасными трюками. Здесь и колесо смелости, и канатоходцы на проволоке, и воздушные гимнасты без страховки. А трюк с машиной просто взорвал зрительный зал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. «Золотой дракон» – многонациональный цирк. В составе заслуженные артисты России, Киргизии, Польши, Москвы. Профессионалы и фанаты своего дела, которым в очередной раз аплодируют стоя. Спасибо. Наставаться нам с вами. Немножечко грустно. Напомню, что на ближайшие дни синоптики обещают температуру за 30. Более подробно о погоде через несколько секунд спонсор – компания «Эвалар». Ну а у меня к этому часу все новости. До встречи в вечернем эфире.